Приветствую вас, я думаю, что вам уже коллеги сказали, рассказали о том, что мужчина, он интересуется скорее всего вами, вот, и тут особо-то ничего и не добавить, потому что это действительно так. Скорее всего. Но, именно с точки зрения психологии, мне кажется, обратить внимание нужно именно на следующую параллель. Вы сомневаетесь в том, что интересует своего мужчину. То есть вы не уверены в дом, например, что его интересуете вы. То есть это такая позиция ваша, что вы сомневаетесь в себе. На мой взгляд, она прочно связана с тем, что вы по дурацке расстались со своим мужчиной. То есть, видимо, ваша неуверенность в себе, она дала о себе знать, дала о себе знать ваша неуверенность в себе. И еще тогда, на стадии расставания с младым человеком. И, на мой взгляд, рассматривать с точки зрения психологии именно, нужно именно это. То есть, именно связь вашего расставания и того, что вы сейчас сомневаетесь. Может быть, еще стоит рассмотреть природу вашего сновидения. То есть, как, к примеру, вам этот сон приснился, к примеру. После чего вам этот сон приснился? Ну, к примеру, к примеру, к примеру. То есть, вот эти вот такие моменты посмотреть, такие моменты изучить. И тогда, возможно, будет гораздо лучше для вас, гораздо лучше для молодого человека. То есть, вы более сознательно подойдете к отношениям более осознанным. И не повторите тех ошибок, которые, ну, которые сделали. То есть, мне кажется, что нужно именно так вам ответить. Что-то нужно именно так, можно именно так вам ответить на ваш вопрос, который вы пишете. Вот. С точки зрения психологии. С точки зрения психологии. Именно с точки зрения психологии так. Да? То есть, думать о том... Гадать, что понравилось мужчине, да, это... Не задача психолога. Вам об этом уже сказали мои коллеги. Задача психолога, она откроется в другом. Она откроется в том, чтобы помочь человеку, в данном случае, например, вам, разрешить свои внутренние противоречия, которые есть. И позволить вам иметь четкую систему, четкую систему ценностей и четкое направление. Да? То есть, возможно, именно сейчас вам встречаться с парнем то и не нужно будет. Не нужно. Не, не будет. А, не нужно. Потому что вы обесцениваете причины, по которым вы расстались. Ибо если бы вы расстались действительно, к примеру, по-дурацки, как вы говорите. То... Вы бы не захотели быть вместе опять. Так, ну, вас бы просто ничего бы не связывало, да, вот, именно друг с другом. Вас бы ничего не связывало, и вы просто даже не захотели бы быть вместе. А раз хотите, значит, значит, все-таки адаптование было из-за чего-то серьезного. Но вы обесцениваете, называя это дурацким чем-то. Вот. Еще раз повторю, что это не является приемлемым. И еще раз повторю, что это нужно корректировать. Если, если вы захотите разобраться с этим, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Пожалуйста, не тратьте свои ресурсы, свои силы на выяснение того, что хочет и что нужно вашему молодому человеку. Ну, другому человеку, да, даже не вашему, а другому человеку. А больше, больше внимания уделяйте именно себе. Больше внимания именно направьте на себя. Это будет гораздо более продуктивно, это будет гораздо более эффективно. И вы сможете быть более независимым, более самостоятельным. А ответить на ваш вопрос, как и сказал мой коллега, может только сам мужчина. И не более того. Удачи вам и всего доброго. Удачи вам! Продолжение следует...